Всем привет, дорогие друзья. Давайте мы проведем тест доски. Слышно ли меня? Да, слышно. Нет, не такой тест. Сегодня могут быть шумовые помехи в виде кота, который не определился на какой из математик он хочет присутствовать на математике 8 или 11, поэтому, если что, не обращайте внимания. Окей, пока люди все еще подключаются, начнем с какого-то очень простого примера для ребят, которые закончили, скорее, седьмой класс. Просто повторить, как работает с дробями. Какие дроби есть? Почему умножение на целое число обыкновенной дроби? Это, на самом деле, не целая часть и дробь, то есть смешанная дробь. А потом уже перейдем к теме занятия потихоньку, а это будет просто разминка, чтобы утро было добрым. Так, ну давайте рассказывать. Во-первых, как вот такая дробь называется? Из того, что я уже перечислила, какое у нее название? Сставная. Смешанная. Смешанная, да, вот, очень хорошо. Так, ну, соответственно, вот эта дробь, это... Правильная, обыкновенная. Кайф, ну ладно, все. Как считать такие примеры, которые выглядят достаточно громоздко, что с ними делать лучше всего? Решать. Да, конечно, это абсолютно верно. Вот если мы начнем пример решать, то с чего мы начнем? Тоже есть какой-то порядок определенный, да, мы же не можем сейчас... Да, со скобок, например, хорошо. То есть вообще лучше вот как-то выделять по частям, потому что целиком считать трудно, если там маленькая, например, тетрадка, то вообще будет не очень удобно. Вот, да, поэтому начинаем со скобок. Потихоньку все это будем упрощать. Как с вот этими дробями оперировать? Ну, привести к общему знаменателю, потом... И потом домножить ту часть, ну, то есть ту часть. Ну, сейчас как объяснить? То есть нужно дойти до общего знаменателя. То есть, значит, в первой части, в первой дроби общий знаменатель... Ну, то есть у нас общий знаменатель будет 63. То есть первое, во второй части мы, получается, числитель умножаем на 3. Сейчас, стоп. Да, числитель умножаем на 3, и вместо 21 ставим 63. Ой, да-да-да-да, конечно. Это вы правы, да, 63. Вот, а что делать с вот этой штукой? Можно умножить на 63, потом 63 прибавить к 32, то есть перевести в неправильную дробь. И потом из неправильной дроби вычтите 39 63. Да, конечно, абсолютно верно. Если у вас есть смешанная дробь с целой частью, то вам просто нужно убрать целую часть таким способом. Целая часть здесь 1, поэтому 1 умножаем на 63, прибавляем числитель, и вот так вот это переписываем. Вот, да, отлично, хорошо. Это базовые навыки, которые нельзя было рассчитывать за лето, поэтому лучше их проверить. Так, окей. Отлично. Ну вот, осталось вычесть. Ну-ка, давайте, помогайте мне. Сколько получится? 56 63. 6 63, да, вы молодцы. Хорошо, это мы первую часть посчитали. Дальше какое действие будет? Умножение на 3 целых 6 десятых. Да, конечно. Так, хорошо, это будет вторая. Соответственно, мы нашу дробь обыкновенную будем умножать на десятичную. Как это сделать? Дробь можно было еще сократить, разве это не надо? Вот, да, это отличная идея. Спасибо, что предлагаете. Так, как можно было? На 7 получится 8 девятых. Вот, супер. Так. Как обыкновенную десятичную перемножить? Можно десятичную перевести в обыкновенную дробь. Абсолютно верно. Именно так переводим. Так, хорошо. Ну да, здесь уже сокращаем все, что можем сократить. Получается. Так. Второе действие досчитали. Что дальше? Ну, можно знаменатель умножения выполнить? Да, давайте быстренько выполним. Ну, тут даже, наверное, можно не приводить к обыкновенной дроби десятичную. Да, давайте сразу вот так сократим. Ну, и следующее действие, да, по аналогии то, которое рядышком. Так, это было третье, да? Это четвертое. Хорошо. Ну, и вот досчитываем до конца дробь. Это будет пятое действие. У нас с вами получилось 16 девятых, деленное на две десятых. Как такое деление легче всего сделать? Одно из чисел перевести в соответствующее, чтобы они были одинаковые. Ну, да, так как у нас 16 девятых, это периодическая дробь, наверное, будет не очень удобно. Поэтому давайте две десятых переведем к обыкновенным дробям. И тогда у нас получится, что нам 16 девятых нужно поделить на две десятых. Когда на две десятых хотим поделить, это то же самое, что умножить на десять вторых. Вот, тоже сокращаем все, что можем сократить. А почему там 16 девятых? Там же 16 пятых было вроде. Спасибо огромное, спасибо. Большое спасибо. Смотрите, вы просто супер. Спасибо. Я запуталась в своем почерке. Так, исправили этот казус. Так, хорошо. Ну вот, тогда вообще все достаточно волшебно. Спасибо большое. Так, хорошо. Идем дальше. Ну, соответственно, здесь все еще по порядку. Сначала деление или умножение. То есть давайте вот это будет шестое действие. Ладно, это же тогда седьмое, которое рядышком. Вот, тогда это восьмое и девятое. И мы почти на финишной черте. Так, шестое действие. Делим две десятичные дроби друг на друга. Ну, такое мы уже как можем сделать. Ну, представить их в виде обыкновенной дроби. Да, можем представить в виде обыкновенной дроби. Можем просто поделить столбик, потому что они десятичные. В принципе, тут множество вариантов решения. Ну, давайте по классике представим как обыкновенные. Так, наверное, всем проще. Опять же, умножение, деление, поэтому переворачиваем дробь. Да, немного колдуем. И в итоге там выйдет четыре сотка. Да, все уже вышло, кто пытался мне помочь. Да. Потому что вот здесь была тысячная. Так, супер. Ну да, дальше продолжаем колдовать. Наше седьмое действие мы этих товарищей складываем. И получаем девять десятых. Вот. Предпоследнее восьмое действие в нашей разминке. Это опять умножение обыкновенной и десятичной дроби. Раз уж мы решили, что нам легче переводить все в обыкновенные, то давайте и тут придержимся этого правила. И получим единичку. Вот. Последнее. Ладно, это опять будет предпоследнее. Я каждый раз вас обманываю. Девятое действие. Это мы наше восьмое действие складываем с 0,8. Получаем 1,8 или по-другому 18 десятых, что то же самое, что 9 пятых. Вот. Да. А теперь уже давайте где-нибудь здесь напишем последнее. Десятое. У нас с вами в седьмом действии получилось 9 десятых. В девятом действии получилось 9 пятых. А в пятом действии, которое было большое, получилось 16. Вот. Ну и осталось это просто досчитать. Получается в итоге 8. Вот. Очень хорошо. Ладненько. Это так. Это была разминка. Если есть вопросы, конечно, задайте. А так это для поднятия боевого духа. Окей. Давайте вспоминать теперь степени. Степень числа у вас по определению. Это количество раз, которое вы должны умножить число само на себя, чтобы получить результат. Помните такое, что если а в степени n, то это а умножить на а, бла-бла-бла, бла-бла, бла-а, и так n раз. У степеней есть некоторые свойства. Например, вы если домножаете а в степени х на а в степени у, то это у вас то же самое, что вы а возьмете в степени х плюс у. Соответственно, такое же есть для деления. Если вы а в степени х поделите на а в степени у, то у вас получится а в степени х минус у. И если вы а в степени х возведете в степень у, то это будет то же самое, что если вы а возьмете и возведете в степени х у. Есть еще такое, добавляется в чуть старших классах. Я просто не знаю, здесь, наверное, больше все-таки тех ребят, которые закончили восьмой. Так, если промелькнуть быстро. Да, вас много. И тех, кто закончили седьмой, тоже много. Ну ладно. В общем, вот такое определение, как степень целая у числа. Вы, наверное, в школе проходили пока только натурально, а может и нет, может кто-то вообще умничка. А тут бывает такое, что отрицательная степень числа – это то же самое, что просто один деленый на… Давайте здесь сразу х напишем. Да, один деленый на а в степени х. То есть отрицательная степень говорит о том, что вы единичку делите на степень уже не отрицательная. Ну и по классике базово люди договорились, что вот такая штука, а в нулевой степени это равно единице. Вот. Да, это то, что нужно помнить про степени чисел. Степени чисел. И давайте с вами, помня все эти правила, тоже поработаем с еще одним примером. Примеров сегодня будет много, на примерах лучше понимать. Пример выглядит вот так. Будет много букв тут, в отличие уже от прошлого примера. Но не переживайте. Так, вот такой примерчик. Нас просят упростить выражение, пользуясь приведением к общему знаменателю, свойственной степеней. Что будем делать? Ой, там в чате какие-то сообщения, да? Что-то пишет, нет? Так. Сначала, наверное, нужно скобки как-нибудь раскрыть. Так, хорошо. Ну, смотрите, здесь степень М и Н. Мы сейчас с вами поговорим, конечно, про то, что происходит, если там степень у суммы или у разности М или Н. Но по формулам так раскрыть прям не получится. Так, с чего самого маленького можем начать? Тут же вот как в числах, да? Вот у вас есть как бы целая часть, а есть дробь. Значит, что вы должны сделать с ними, чтобы получить уже что-то, где можно сокращать? Привести целые числа в дроби. Ну, вот да, привести к общему знаменателю, чтобы уже не было вот этой некрасивости, что где-то целое число, где-то дробь. Поэтому давайте с вами перейдем к общему знаменателю. Здесь, ну, то есть тут и тут, и там единственные знаменатели, поэтому нам даже не придется искать какие-то наименьшие общие знаменатели. Вот, мы просто домножим М квадрат на Н квадрат. И, ну, как бы уже все. Здесь все. Вот это степень М. Дальше идем. Тоже будем так же делать. Здесь Н на М плюс 1. Так, дальше тоже приводим. Здесь получается Н квадрат, Н квадрат минус 1. Деленое на М квадрат в степени Н. Вот. Ну, и тут такой же процедур проделываем. Так, хорошо. Ну, вот мы с вами еще повторим формулу сокращенного умножения. Но вообще, если пристально посмотреть, то важно вот тут вот что увидеть. Разность квадратов. Да, конечно, абсолютно верно. То есть у вас, ну, в силу степени, которую мы уже написали, М квадрат, Н квадрат – это то же самое, что МН в квадрате. Ну, а единичка, она в квадрате всегда единичка, и не в квадрате всегда единичка. Вот. Поэтому мы с вами можем записать вот так, что, ну, то есть переписываем все выражение, раскрываем по формуле разности квадратов. Вот. Так, делим все еще. Давайте пока так перепишем. Вот. Здесь без изменений, да, вроде как ничего пока особо сделать нельзя, если мы пока еще степени не упрощаем. Вот. Здесь, да, то же самое. Не важно, что МН в другом порядке. Точно такая же формула разности квадратов. Так. Ну, и здесь давайте тоже пока перепишем, как есть, чтобы было симпатично. Вот. Окей. Ну, а теперь какие идеи, как бы упрощать это? Это многоэтажные дроби, да? Как же это называется? Первый может быть в числителе, например. А, хотя нет. Так, ну да. То есть мы в итоге хотим, конечно, посокращать что-то. Наверное. Наверное. Так, а вообще скажите какой-нибудь фидбэк, насколько страшно это выглядит. Может, я вас запугала всех? Или вы просто думаете? Очень страшно. Очень страшно. Мне нравится. Очень красиво выглядит. Тем, кому страшно, не пугайтесь, пожалуйста. Оно не страшное. Мы сейчас его решим, и вообще ваши все страхи пропадут. Вот. А может, mn-1 разделить на n сократить, mn-1 разделить на n в делительстве? Ну, тогда нужно переворачивать дробь. Так, хорошо. Ну, в общем, да, здесь какие-то такие намеки. Давайте для начала, чтобы было попроще это выглядело, вот воспользуемся вот этим правилом, да. У нас здесь с вами вот как бы несколько множителей в степени m. Давайте мы этот множитель спустим, и просто чтобы у каждого он был отдельно, и мы смогли с ним совладать. Да, то есть вот по свойству раскрываем просто эту степень, даем ее каждой буковке, которая в ней была. Так, ну, здесь тоже, да, здесь степень n-m, вот. n-m, ну, и внизу, да. И сейчас потихоньку тоже будем поворачивать дроби, или, может, сразу сократим вообще. Так, 2n, и последняя финишная черта m-n, n в степени m-n. Да, то есть просто вот эти все степени переместили в каждый из множителей внутри. Ну, и так далее. Так, ну, теперь уже как-то, да, что можно сделать? Например, используя выражение, получается m-n-1 в m, умноженное на m-n плюс 1 в m, можно перевести как m в квадрате n в квадрате минус 1 в m. Ну, то есть используя... Так, мы вернемся к изначальному тогда, но там так и было. Вот это было-то. Ой, ничего себе у меня карандаш умеет толщину менять. Ладно, извините, пожалуйста. Так, да, мы вернемся к изначальному, и нам будет трудно что-то сократить, потому что здесь вот они одинаковые были в разных степенях. Возможно, это деление, можно домножить на дробь, только ее перевернуть, и тогда, не знаю, сколько это удастся. То есть на вот этот большой знаменатель, на который мы делим, можно эту дробь перевернуть и как домножить на нее. Да, отлично, давайте именно так и сделаем, потому что все-таки трудновато размышлять, когда у нас такая многоэтажная дробь, и будет явно проще сокращать, если она у нас будет одноэтажной. Так, ну здесь, получается, в числителе будут все те же пока что. Знаменатели вот эти, ребята. Вот эту дробь, действительно, на которую мы делим, на большую, мы сейчас переворачиваем, поэтому то, что находилось внизу, вот эти, ребята, они пойдут наверх. То, что мы ее перевернули. А то, что находилось вверху, то есть вот эти, ребята, они пойдут вниз. и получится вот такое выражение. Так, ну что я теперь с ним делать? Выглядит лучше или все еще плохо? Нормально? Нормально, хорошо. Нормально. Вот, если у кого-то есть вопросы, если кому-то страшно, поделитесь, пожалуйста, с нами, спросите, задайте. Вот, но тогда нам нужно продолжать действовать, конечно же. У нас есть с вами одинаковые штуки. Ой, ух ты, что у меня есть? Ладно, так. У нас есть mn-1. Вот они вот здесь. И есть mn-1. Вот они вот тут. Ну, там еще по мелочи mn в степенях. Но мы тоже с ними разберемся. Вот. Наверное, нужно как-то их со степенями с их поработать. Давайте сначала вот этих ребят поработаем. Вот у них одинаковые то, что в скобках, но разные степени. Но они между собой перемножаются. Что мы решили, когда перемножаются с одинаковыми скобками, но с разными степенями? Складывают. Да, складываются. Да, да, да. Значит, mn-1 в степени m-n плюс n. Тогда n уйдет. Да, отлично. Конечно. Вот здесь вот после их умножения у нас уходит n и остается только m. То есть вот это мы с вами сейчас перемножили. Вот эти две скобки, из них осталась только одна. Вот. И она осталась в знаменателе. А что у нас в числителе с такими же скобками? Тоже mn-1 в степени m. Значит, их можно сократить. Да, абсолютно верно. Конечно. Их тоже можно сократить. Получается, от mn-1 вообще ничего не осталось. Никакой степени. Но давайте теперь проверим mn плюс 1. Может, там так же здорово получится. Получается, тоже степени складываются. И в итоге появится mn плюс 1 в степени n минус m плюс m. То есть mn плюс 1 в степени n. Отлично. Так вот не сократить. И тогда тоже сократиться со знаменателем. Да, абсолютно верно. Потому что вот сейчас в числителе и в знаменателе остались действительно две знаковые скобки в одной и той же степени. Вот. Ну да. Хорошо. Получается, остались только ребята, которые m и n. И нужно с их степенями тоже немножко поработать. Можно же даже так записать. Вот у нас точно есть m. Здесь степень 2n, здесь степень n минус m. Мы знаем, что когда мы делим, степени вычитаются. Поэтому здесь 2n минус n минус m. И точно есть n. Тоже степени вычитаются. Поэтому здесь m минус n минус 2m. Ну и остается, получается, m в степени n плюс m и n в степени минус n минус m. Получается то же самое, что m деленное на n в степени m плюс n. Да, понятно. Так, хорошо. Есть ли у кого-то вопросы? Может, кто-то хочет все-таки пожаловаться, что неприятно, некрасиво, и фу, утро с такого начинать. Ну что ж, жалоб нет, значит, всем было приятно. Это тоже приятно. Так. Хорошо. Это мы повспоминали действия со степенями для ребят, которые вы знали. Может быть, для ребят, которые не знали, было, конечно, шокирующее откровение. Но ладно. Я надеюсь, что все равно было полезно в любом случае. По крайней мере, смотрите, какой прекрасный ответ получился в такой страшненькой задачке. Может, вы перестанете бояться страшненьких задач. Так. Давайте еще вспомним про корни. И тут мне нужен крик ребят, которые ни разу не видели корни. Если крик не будет, мы продолжим. Ни разу не видел корни. Ни разу не видели корни, да. Я вообще не ходил в школу последние три месяца. Я тоже. Я тоже не видела корни, мы их не прошли. Да, хорошо? Да, не проходит. Супер, супер, супер. Хорошо. Сейчас мы быстренько про них поговорим. Смотрите, на самом деле вы уже наверняка сталкивались и в шестом, и в седьмом классе с такими задачами, когда у вас было что-то вроде х в степени 2 равно 4. Ну, то есть прям 100% сталкивались. И вам приходилось это решать интуитивно. Вы говорили, что нужно подумать, что нужно возвести вторую степень, чтобы получить четверку. И получалось, что у вас могли быть два ответа. х равно 2, и х равно минус 2. Я сейчас тоже не буду вводить это точно математически, просто с вами немножко интуитивно поговорим, чтобы кому-то развивать логику, а кого-то уже скиллы, кто знает. Окей. В общем, на самом деле такая операция, которую вы в школе проводите у себя в голове, догадываетесь, что, наверное, что-то здесь не так, должно это как-то называться. Она называется извлечением корня. В общем случае, корень – это вот такая штучка. Вот эту штучку вообще как символ, ее зовут радикал. Вот такой непонятный уголочек с еще одним маленьким уголочком. Вот этот символ зовут радикал. А когда его этот символ пишут рядом с числом, это называется корень из числа. Вот, например, корень из числа А, ну, из-за любого какого-то, мы про него точно знаем, что он в квадрате равен самому числу. То есть, как бы корень – это обратная операция из извлечения корня, это обратная операция для возведения в степень. Как раз нужно для того, чтобы, если у вас появляются, грубо говоря, вот такие какие-то уравнения, можно было как-то писать для них ответ. Потому что не всегда же здесь четверка так хорошо, там 2 и 2, там минус 2 и минус 2. Иногда бывают какие-то более противные числа. Вот. То есть, самое главное, что вам здесь нужно запомнить, это то, что есть вот такой значок, вы можете не запоминать, что его зовут радикал, это неприятное название, корень. Да, вот этот значок корень, бывает корень из числа, но самое главное, что если корень из числа возвести в квадрат, то получится само число. Вот, просто обратная операция. Да, это как умножение и деление, возведение в квадрат, извлечение корня. Вот. Окей. Ну да, и самое главное еще, что корни из отрицательных чисел мы извлечь не можем, да, то есть не бывает такого, что нам нужно, то есть корень из 4 как раз вот, это будет двойка, да, потому что... Ой, корень из 4, да, это будет двойка, все верно. Корень из 4, двойка. Сейчас, сейчас, подождите, я зависла. Нет, вроде все нормально. Да. Нет, да, все хорошо, все я вам правильно сказала. Вот, потому что корень из 4 мы можем внутри него как бы сделать вот так. Сказать, что 4 – это 2 в степени 2, и вот у нас как раз получается здесь, что встречаются две обратные операции между собой, и получается просто двойка. Окей. Да, соответственно, из отрицательного числа мы не можем взять корень по одной простой причине, то, что у вас здесь, ну, отрицательное число, оно не может быть второй степенью чего-то, да, потому что ее нельзя разбить на множители, так что было два одинаковых множителя, и это была бы вторая степень. То есть у нас здесь какая-то, получается, проблема. Ну, в общем, мы такого не знаем, и мы против такого. Поэтому, когда вот здесь мы говорим про корень, нужно просто сказать, что число внутри корня должно быть больше или равно нулю, то есть не отрицательным. Вот. Но, однако, то есть, да, вот запомнили, вот это, это, грубо говоря, определение корня, это определение. Давайте еще просто один пример, чтобы было понятнее ребяткам. Давайте посчитаем корень из вот такого числа. Суть такая же, да, то есть вот здесь, когда я пыталась извлечь, я пыталась сформировать вторую степень, чтобы они друг друга убили корень и вторая степень. Вот. Поэтому здесь давайте тоже попробуем на множитель разложить. Как раскладывается на множитель? Давайте подсказывайте. Десять и десять. Ну, то есть два на пять, два на пять. Получается на два. Ну да, можно даже десять. И 196, это вроде 14 в квадрате. Вот, да, ребята, наверное, которые помнят таблицу квадратов или помнят, что 196 действительно 14 в квадрате. Ну, так, да, так, в принципе, если не помните, что, как обычно делают разложение на множители, там, вот так потихонечку спускаются, да, то есть 196, дальше там на двоечку, грубо говоря, делите, вот, и там так далее, и так далее. Да, и вот отсюда потом эти множители извлекаете, и вот все у вас в шоколаде. Но мы даже справились быстрее с коллективным разумом. Вот. Получилось вот такое выражение, а значит, корень и квадрат взаимуничтожатся. То есть получается, что в ответ у нас получится вот такое число. То есть вот этот корень, который мы искали, он просто равен 140. Вот, да, задачи сегодня будут примерно такие. Вам просто главное помнить, что корень и квадрат взаимуничтожаются, потому что я знала, что не все из вас встречались с корнями. Да, вот, то есть вам, наверное, все-таки трудно. Вот, кстати, вчера, когда готовились к лекции, изучали историю математики, узнали, что в XVII веке иррациональные числа, то есть вот ребята, которые с корнями, и ребята, которые без корней, они были неравноправными. Люди считали, что вот числа, которые с корнями, они не настоящие числа, они недостойны вообще называться числами. Вот, и потом несколько математических революций должно было случиться для того, чтобы люди стали принимать вот эти корни. Вот. Так, ладно, это я пыталась разбавить весельем для тех, кому грустно, что сложно. Окей. И еще одно важное свойство корня, оно вот такое. Если у вас есть какое-то число, и вы не знаете его знак, то есть оно может быть отрицательным, может быть положительным, вот оно в квадрате и в корне, то корень и квадрат не просто взаимо уничтожатся, а в ответе будет модуль из этого числа. Здесь у нас все было просто, да, они здесь положительные были, но вполне может быть такая ситуация, когда у вас, например, минус 2 в степени 2 и извлекаем корень. Вот. Но если мы скажем здесь, что это будет минус 2, это, конечно, будет очень странно, потому что корень все-таки, он не отрицательный. Вот. Поэтому здесь нужно писать всегда модуль, и такой корень тоже равен просто 2. Вот. Поэтому помните, вот это свойство и вот это определение. Очень важные штуки. Так. Там какие-то боты атакуют наш чатик и просят переименоваться. Переименуйтесь, пожалуйста, кто не переименовался. Окей. Хорошо. А, ну и вот давайте мы с вами еще быстро повторим из школы. Есть формула сокращенного умножения. Их все знают. Их все должны знать. Вот. Расскажите мне, а какие вы помните? Да? Какие-то уже сейчас были. Ну, самое простое – это разность квадратов. Угу. Да, отлично. Вот как раз она и была. Разность а и b. И это сокращается как а в квадрате минус b в квадрате. Да, потрясающе. Очень хорошо. Спасибо. Так. И все, какие помните? Квадрат суммы. b в квадрате и а в квадрате. Да. Вот если вы мне позволите, чтобы я не писала два раза, то давайте мы просто напишем квадрат суммы, квадрат разности в одну формулу. Просто два возможных знака есть. Вот. Да, она действительно раскрывается вот так вот. Опять же, плюс-минус – это просто я ленивая, поэтому не хочу писать два раза. И в математике часто ленится, часто такое используют. Вот. Да, здесь, соответственно, верхняя линия там плюс с плюсами, нижняя линия минус с минусами. То есть они там не в перекрест идут между собой, а именно верхняя линия с нижней. Так. Окей. Дальше, чтобы помнить еще. Сумма куб разности. Куб? Сумма. Да, отлично. Да, вот здесь, наверное, не буду лениться, потому что они там как раз будут в перекрестке идти. В общем, давайте, да, ладно, давайте здесь не поленюсь все-таки. Так, как раскрывается? А плюс Б в скобках умножить на А в квадрате минус АБ плюс Б в квадрате. Так, хорошо. И здесь, соответственно, аналогично. А минус Б, да. Да. Так, супер. И еще, да, сказали же еще сумма, нет, куб суммы и куб разности. Вот, да, их я пропустила. Давайте их тоже запишем. А в кубе? Угу. Минус 3А в квадрате Б плюс 3АБ в квадрате плюс Б в кубе. Ну да, а если здесь появится разность, вдруг, не дай бог, то? Также А в кубе минус 3А в квадрате Б плюс 3АБ в квадрате плюс 3АБ в квадрате и минус Б в кубе. Так, очень хорошо. Отлично. Давайте, давайте по этому поводу решим с вами задачку. Почему нет? Да. Сейчас, только я как-то заняла серединку. А тут, наверное, нельзя переносить записи. Или можно? Какой-то новый зум. Так, ладно, да, значит, нельзя. Ну, ладно, оставим в середине, как-то писала. Так, давайте вот здесь запишу задачу тогда сбоку, чтобы сэкономить место. Так, сейчас 4ХК х квадрат минус х квадрат окейшки. Давайте думать. I'm so sorry. Вспомнила смешный видос. Так, подсказывайте. Можно х плюс у в квадрате разложить. Да, конечно. Почему бы не разложить, раз умеем раскладывать? Давайте еще вот что. Минус вторая степень выглядит как будто что-то, какой-то гештальт незакрытый. Мы с вами уже знаем, да, что минус вторая степень это значит, вам просто нужно число перевернуть. Вот мы его и перевернем. Вот, да-да-да-да-да, я увидела в чатике. Хорошо, да, здесь действительно раскрываем, раз умеем раскрывать. Так, хорошо. Я пытаюсь поместить. 2ху и 4ху. Сокращенно у нас получается минус 2ху. Там разность квадратов, кстати, можно сразу написать х в квадрате и у в квадрате минус у в четвертой. Да, хорошо. Давайте постепенно на случай, если ребята в первый раз видят такие штуки. Вот, да, действительно, пока приводим подобные слагаемые. И вот уже, когда написали, можем заметить, что сворачивается по другой формуле. Вот, давайте еще сразу поработаем над ним, чтобы я не переписывала много раз. Вот как можно поработать над нижней частью? Вынести х. Да, конечно, вынести в общем множестве за скобки. Почему бы и нет? Так, квадрат у нас вот здесь, да? Вот, ну и здесь тоже немножко поработаем. Здесь что за скобку вынесем? Игрик квадрат. Да, да, умнички. Хорошо. Ну и тоже видим здесь формулу, которая появилась после того, как мы вынесли. Окей. Так, да, ну давайте теперь как раз еще воспользуемся нашим свойством про то, что если у нас несколько множителей под степенью, мы можем каждому множителю эту степень переписать, чтобы было чуть-чуть попонятнее, что здесь происходит. Вот здесь сворачиваем формулу, как мы увидели, да, вот квадрат. Здесь давайте формулу, которую мы увидели, раскроем, ну просто, чтобы была. Все раз, уже увидели. Так, вот, а теперь что делаем? Думаю, можно привести к общему знаменателю вот первый множитель, то есть х квадрат и х на х минус у. А что еще можно сделать, чтобы вот здесь не домножать на х минус у вот эту дробь? Может мы... А, точно сократить? Сократить можно. Да, конечно, конечно, чтобы лишний раз не действовать как-то. Вот, да, хорошо, супер. Сократили, да. Давайте... А теперь уже легче провести, просто на х домножаем. Угу. Так, хорошо. Ну давайте я еще буду подробно переписывать, если кто-то не успевает, чтобы у вас хотя бы было время сообразить. Да, приводим к общему знаменателю, то есть мы домножаем на х. Давайте мы здесь напишем, что мы домножаем на х, то что приводим к общему знаменателю с левой дробью. Так. И здесь квадрат, да, здесь ничего не меняется. х минус 1 на х плюс 1. Супер. Хорошо. Так, и что теперь делаем? Можно х квадрат же там общую получается разность сделать и х квадрат и х четвертой степени сократить. А, даже так. Да, да, да. Ну, да, это вы уже махнули. Хорошо. Да, действительно так можно сделать. То есть мы здесь приводили к общему знаменателю, значит, можно общий знаменатель написать, что же мы тупим. Вот. Что получается в числителе? В числителе давайте мы тоже аккуратно распишем. Сначала там вот этот квадрат разности, давайте его по формуле раскроем. и пока перепишем вот так вот вторую часть, да, вот эту вот переписываем просто ее. Так, хорошо. И вот нам, извините, я не успеваю ваши имена, поэтому давайте так, молодой человек, молодой человек сказал, что здесь тоже можно степень присвоить каждому множителю, а не вот этот вот в общей скобке. Вот. Поэтому здесь как раз х в четвертый действительно будет сокращаться потихонечку. Вот. Вот здесь вот х во второй во второй. Мы по свойствам степеней, которые до этого проходили, знаем, что это то же самое, что х в четвертый и знаменатели х в четвертый, ой, в числителе знаменателя, вот, поэтому можем сократить спокойно. Все, продолжаем наше научное изыскание в области числителя вот этой дроби. Ну, уже не дроби, но ладно. Что там будет получаться? Может быть, в эту скобку х минус угрик все-таки нам нужно на х? Там можно будет сократить х квадрат и там будет х квадрат второй и минус х угрик. можно лучше лист? Нет, все-таки я не отрицаю, это, конечно, нужно сделать. Так, хорошо, то есть раскрываем скобочки, вот так вот фонтанчиком их перемножаем, получаем вот такое вот выражение. Так, вот эти, ребята, уже пропали, мы их сократили, поэтому все, что осталось в знаменателе, это вот такие множители. Окей. Да, тоже приводим подобные слагаемые. И получается, да, там у квадрата минус х у да. У за скобку у минус ну да, минус х и сократить теперь. Да, единственный нюанс, что здесь у минус х, а там х минус у. Что это будет, как повлияет на нашу жизнь? Мы можем минус перед скобкой поставить. Да, конечно, то есть можем у минус х переписать в формате вот вынесли минус сюда и переписали в другом порядке. извините, пожалуйста, как получилось, ну, когда мы сократили х квадрат и минус х квадрат и потом у нас получилось плюс х и хотя должно быть минус х и минус минус да, вот вот минус да, вот или вы про что? Вы не про это? Получается у нас есть выражение минус х умноженное на х когда у нас получается минус х квадрат что у нас получилось а у нас получилось плюс х в первом примере получается да, я кажется, поняла сейчас вот, то есть вы говорите, что у нас есть вот это вот выражение да? вот хорошо, да, то есть мы сначала вносим например х получается квадрат потому что тут минус у все да, 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 спасибо большое за вопрос я очень люблю кто-нибудь задает вопросы когда у меня непонятно написано вот холосо 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 да, давайте дальше то есть мы на чем остановились мы остановились на вот этой эпопее про то, что мы решили вынести не у отсюда а минус у и тогда у нас осталось х минус у что мы можем благополучно сократить вот ну и еще под сократим у раз уж под горячую руку попались вот в итоге получаем вот такое выражение да, это уже наше упрощенное выражение единственное что мы потеряли при нашем решении и вообще никак не учли то, что у нас здесь с вами было множество знаменателей которые накладывали ограничения на значение х и у ну что-то в рамках того, что у вас здесь х не может быть равен у здесь х не может быть равен нулю здесь у не может быть равен нулю и х не может быть равен минус у вот А в итоговом выражении у нас осталось только два ограничения. Это то, что у не равен нулю, и х не равен минус у, потому что это все из того, что делить на ноль нельзя. То есть, по сути, если вас попросили упростить выражение, хорошим тоном было бы, если вы здесь еще дописали, что изначального х не равно нулю должно быть, и х не равно у. Потому что, если посмотреть на это выражение, то из него это не очевидно. А вот из начального выражения это можно понять. Поэтому хорошо бы посмотреть на то, что вы на ноль по дороге не поделили. А то, знаете, получаются вот эти доказательства того, что два на два равно пяти, когда на ноль делишь. Окей, давайте так, вопросы есть? Нет? Нет, наверное. Нет, наверное. Так, ну давайте пока прерыв между задачками. Я пущу кота на математику 10, и через буквально несколько секунд... Видимо, не понравились Тоши задачки. Ну что ж, ладно. Окей, мы снова в эфире. Так, в общем, формулы сокращенного умножения на самом деле могут быть полезны не только для выражений с какими-то страшными х, страшными игреками и прочей нечистью. А с помощью них решаются, например, и вот такие задачки, когда вас просят тоже упростить выражение, но которое уже дано чисто с помощью чисел, да, то есть числовое выражение, его нужно упростить. Так, прошу, не пугайтесь опять люди, которые не знают корней, они здесь чисто эстетическую функцию выполняют, вам ничего про них больше знать не нужно, кроме того, что было уже сказано. Просто это какое-то число, которое больше или равно нуля, ну, да, и в квадрате оно дает само число, которое под корнем. Вот. Такая задачка. Ну, кто-нибудь наверняка уже в этой конференции знает, как их решать. Давайте. Да, тут, получается, можно найти квадрат суммы под первым корнем. Там 2 умножить на 2 умножить на корень из 3. Это будет как 2 плюс корень из 3 в квадрате. Да, хорошо, спасибо большое. Давайте распишем действительно это. То есть мы с вами решили, что с конями мы будем бороться способом таким, что нужно где-то, чтобы появился квадрат, и мы его можем создать внутри с помощью преобразования вот этого выражения. Когда мы хотим создать квадрат, то есть у нас есть вот такая вот формула, да, а плюс b в квадрате равно а квадрат плюс 2аб плюс b квадрат. Вот. То есть мы хотим сейчас найти вот такие вот слагаемые, чтобы все свернуть, это дело у нас появился квадрат, а корень исчез. Вот. И юная леди рассказывает нам, что она такие задачки уже решала. И что вот здесь можно заметить, что если есть корень, да, то есть вот какое-то число, и оно явно не в квадрате, то есть это просто корень, то можем посмотреть на вот эти наши слагаемые, которые мы хотим найти. Вот это число у нас в квадрате, вот это число у нас в квадрате. Единственное слагаемое, которое у нас есть, не в квадрате, это 2аб. То есть вот это вот выражение 4 корня из 3, это как раз и будет наше 2аб. Вот. Ну, давайте посмотрим. Если мы говорим, что это 2аб, давайте здесь не буду знак равно ставить, давайте мы тоже потихоньку будем решать, начнем с этого корня просто. Вот. Если это 2аб, то очевидно, то очевидно, что вот эта двойка – это вот эта двойка. И есть вероятность того, что а – это двойка, b – это корень из 3. Давайте посмотрим в таком случае, если у нас действительно а плюс b в квадрате – это 2 плюс корень из 3. то, что должно получиться? У нас должно получиться а в квадрате плюс 2аб плюс b в квадрате. То бишь? 4 плюс 4 корня из 3 плюс 3. Плюс 3, да. Потому что действительно корень, да, здесь был корень, корень в квадрате дал троечку. Вот. То есть вот эта троечка. Получается, что у нас в итоге 7 плюс 4 корня из 3. Ну вот, смотрите, как мы эту загадку разгадали. Мы немножко поприкидывали и получили как раз наше выражение. Получается, что оно на самом деле равно корню из 2 плюс корень из 3 в квадрате. Ну и корни здесь съедаются. Мы с вами запомнили свойства, что в таком случае это будет модуль 2 плюс корень из 3. Но так как 2 плюс корень из 3 – это чисто положительная история, вообще никаких минусов, то у нас получится просто 2 плюс корень из 3. Окей. Вот. Давайте второй корень, что ли, так же разнесем, чтобы ему вообще мало не показалось. Здесь тоже можно найти квадрат разности. То есть 8 корней из 3. Можно тоже представить как 2аб. То есть 2 умножить, остается четверка и корень из 3. То есть 2 умножить на 4 умножить на корень из 3. И тогда у нас получается как раз 19 – это 4 в квадрате плюс 3. Как раз подходит. И поэтому 4 минус корень из 3 – корень из 3 в квадрате. Спасибо. Вы супер. Спасибо большое. Да, то есть действительно то же самое. Вы действительно представляете, что вот эта часть единственной, где осталась корень из 2аб. Прикидывайте в голове, что допустим 4 – это а, допустим корень из 3 – это б. Может быть и другое разделение на множители. Но вы говорите, что давайте так сначала посмотрим. Смотрите, если это действительно а, а это действительно б, то что должно получаться? Получается у вас 16 минус 8 корней из 3 плюс 3. Если посчитать, и получается то же самое, что у нас есть, абсолютно точно такое же. Значит, нам действительно повезло, и мы очень хорошо прикинули. Значит, здесь будет вот такое выражение. И все еще не забываем, что здесь будет стоять модуль. Где? Божечки, кошечки. 4 минус корень из 3. Ну и давайте, знатоки модулей и знатоки корней, скажите нам, как здесь модуль будет раскрываться? То есть можно сравнить 4 и корень из 3. То есть возвести оба в квадрат, и получается 4 в квадрате 3. 16 больше, чем 3, поэтому раскрывается без лишних знаков. То есть 4 минус корень из 3. Да, отлично, это очень верно. Мы сейчас тоже поговорим про этот способ решения всяких неравенств и сравнения чисел. Вот. А так, ну, даже можно было сказать, что корень из 4 – это даже меньше, чем корень из 4. Корень из 4 – это двойка. То есть вот эта штука точно меньше, чем двойка. А 4 минус что-то точно меньше, чем двойка. Ну, в плане по модулю. Да, это точно будет положительная штуковина. Вот. Поэтому модуль здесь раскрывается со знаком плюс, и ничего не меняется. Вот. Окей. В общем, мы с вами получили... Да, мы посчитали два корня. Это, между прочим, ничего себе так. Так. Первый у нас 7 плюс 4... 4. Это, да? 4? А, не-не-не, что-то не то обвела. Конечно, не то. Чего-то было. Так. Так. Вот это, да, у нас умножается на то, что мы посчитали во втором действии. Делится на 4 минус корень из 3, и из этого вычитается корень из 3. Ну, как мы такое выражение можем упростить? Давайте вот тут... 4 минус корень из 3, а 4... А, нет, можем, в принципе... Да, это две одинаковые скобки, да. И тут вас не должно смущать, что есть минусы. Просто две одинаковые скобки мы имеем право полное их сократить вдвоем. Поэтому от этого... 2 плюс корень из 3 минус корень из 3, ответ 2. Ответ 2. Да, абсолютно верно. Спасибо. Вы большие молодцы. Так. Ну, здесь остается немножко маловато времени. Я хотела вам еще рассказать про треугольник Паскаля и Беном Ньютона. Но, в принципе, в пользу задач на сравнение можно проскипить этот материал. Если останется время, я вам в конце еще немножко пошепчу на ушко. Вот. Окей, окей. Сравнение. В общем, прекрасная Ледя нам уже рассказала про что-то вроде похоже на сравнение методом галочки. Она сейчас в голове там у себя прикинула, возвела в квадрат. Давайте мы постараемся с ней в одном темпе идти, поэтому повторим сравнение. Сравнение чьи? Сравнение... Ладно, допустим, это слово сравнение. Есть несколько свойств, которые есть для сравнения. Если вы точно знаете число А меньше, чем число Б, то вы всегда можете в левую и в правую часть неравенства добавить любую константу, и ничего от этого не изменится. Да, ну, там, грубо говоря, если 2 меньше 3, то какое бы число в левую и в правую часть вы не добавляли, то все равно у вас это неравенство будет верным. Вот. Немножко очевидная штука, но уж извините меня. А меньше Б, если, например, и вам хочется неравенства домножить на какое-то другое число С. и вы точно знаете, что это число, на которое вы хотите домножить, оно больше нуля, то будет верно то, что А на С будет все равно меньше, чем Б на С, потому что на знак неравенства положительное число никак не повлияет. То есть, грубо говоря, да, там, на примере, если у вас 3 меньше 4, то если вы там домножите на двойку это неравенство, то у вас все равно получится 6 меньше 8, и ничего от этого не изменится. Просто будут другие числа, а неравенство все тоже будет. Вот. Но, соответственно, если вы хотите домножить неравенство на отрицательное число, а мы не будем как-то домножить, если вы хотите домножить неравенство на отрицательное число, то знак неравенства, конечно же, поменяется. И уже будет вот такое выражение. То есть, если у вас есть, опять же, 2 меньше 3, и какое-то С, равное минус 1, на которое вы хотите домножить и левую и правую часть неравенства, то, конечно же, у вас получится, что минус 2, он будет больше минус 3, ну, потому что это отрицательные числа, и у них чем больше модуль, тем сами они будут меньше. Вот. Ну, наверное, нужно вот так писать, конечно. Ну, ладно, это так. Это был пример, чтобы совсем малышам было чуть-чуть понагляднее. Вот. И последнее, наверное, свойство как раз, которое использовала прекрасная леди, которая помогала мне решать задачку. Если у вас есть какое-то неравенство, ну, вы, опять же, знаете, что числа положительные, вот иногда любят писать, что здесь еще B должно быть обязательно больше нуля, но давайте подумаем, почему вообще не обязательно писать, что B больше нуля, если мы уже написали вот такие два неравенства. Ну, потому что A больше нуля. Да, конечно, ну, вообще странно. Если A будет меньше B и A больше нуля, то логично, что B будет больше нуля. Вот. Зачем второй раз писать одно и то же? Вот. Хорошо. И если есть какое-то число P, допустим, оно тоже больше нуля, вот, то можно неравенство возвести в степень P, и у вас все равно сохранится знак, потому что все из них положительные ребята, да, ничего не произойдет. Вот если, конечно, тут, если A будет меньше нуля, то уже не очень понятно, что будет происходить. Вот. А так, да, то есть у вас в примере был, 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 кто у вас там был, у вас был 4 и корень из 3, да, и вы спокойно взяли и возвели во вторую степень, сравнили 16 и 3, поняли, что 16 больше, чем 3, а значит 4 больше, чем корень из 3, потому что вот следствие в обе стороны. Если вот это верно, то и вот это верно. Если вот это верно, то и вот это верно. Окей. Хорошо. Это, да, это тоже полезная информация, конечно. Да. Давайте, давайте, вот что. Давайте, естественно, решим пример, чтобы было веселее. Сравниваем два числа. Вот такое. Я умоляю, пожалуйста, ребят, которые видят первый раз корни, не пугайтесь сильно, ничего страшного в них нету. Мы сейчас все решим, все всем будет понятно. Если нет, спросите. Вот. Вас просят изначально в задаче сравнить эти два числа. Метод, который сейчас будем рассматривать, называется метод галочки. Галочка – это такая штука, в которой вы заменяете знак неравенства, пока не знаете, какой он. То есть галочка, она может оказаться в итоге знаком больше, знаком меньше или знаком равно. Вот. Но пока вы его не знаете, вы просто пишете галочку, чтобы понимать, какие вы два числа сравняете, сравниваете. Вот. Для галочки абсолютно верны все свойства неравенств, потому что оно, по сути, является одним из знаков неравенств. Поэтому вы можете добавлять в обе части какую-то константу. Вы можете домножать на какое-то число положительное и не менять знак. Вы можете домножать на какое-то число отрицательное и менять знак. Можете возводить в степень, если выполнены некоторые условия. Вот. Окей. Ну, давайте начнем, наверное, здесь с чего? Что здесь проще сначала сделать? Думаю, обе части домножить на два. Ну да, конечно. Согласна. Тоже некомфортная какая-то двойка. Вот. Домножаем на два обе части. В левой части просто двойка сократится. В правой части появится вот эта самая двойка. Так. Дальше что будем делать? Может быть, домножить на минус 1? Чтобы присыпаться от минусов. Хорошо, да. Действительно, домножим на минус 1. Мы знаем, что тогда в левой-правой части пропадут все минусы. Единственное, мы договорились, что когда на отрицательную число домножаем, знак неравенства меняется. Вот. Но так как это галочка, обычно ее просто переворачивают в другую сторону, ну, чтобы понимать, что изменился знак. Вот. Окей. Дальше что делаем? Можно представить, как корень из 12. Так, можно. Например, да. Ой-ой-ой, что-то я поделась. Ага. Так, дальше. Мне кажется, уже можно пробовать все возвести в квадрат. Потому что вычитать единицу не имеет смысла. Да, мы договорились, что бороться с корнями мы будем так. Мы будем искать где-то квадрат. Так, если не удалось их найти, то придется самим их создавать. Но давайте проверим. Чтобы возвести в степень, например, в квадрат, нам нужно, чтобы были выполнены условия. Ну, было какое-то неравенство. Неравенство у нас есть. Это пожалуйста. А степень должна быть больше нуля. Это больше нуля, потому что у нас степень двойка. И должно быть, чтобы оба выражения, ну, или наименьшее из них, было больше нуля. Ну, здесь у нас это, дай бог, выполнено, потому что корень из 12 точно больше нуля. И 1 плюс корень из 5 точно больше нуля. Это положительные числа. Вообще к этому вопросов нет. Вот. Поэтому, да, действительно. Да, конечно. Я просто всем поняла, как, ну, откуда появился корень из 12? А, корень из 12, вот, это, смотрите. То есть 2, мы уже когда-то говорили, что 2 – это на самом деле корень из 4. Вот. И тут еще корень из 3. Поэтому в силу свойства корней тоже мы можем их просто под один корень объединить. и получится вот этот корень из 12. Спасибо. Вот. Да, спасибо за вопрос. Хорошо. Договорились возводить в квадрат. Давайте по-честному все перепишем. Да что такое? Ну, и корень из 12 в квадрате. Да, можете сами же догадаться, что это просто 12. Вот. А здесь наша любимая формула сокращенного умножения. Да, придется все прописывать. Плюс, да, опять же, корень из 5 в квадрате. Ну, это тогда пятерка. Пятерка. Получается, в левой части 6 плюс 2 корни из 5. В правой части 12. Ну, что будем делать дальше? Может быть, двойку вынести за скобки? Или нет, разделить на два, мне кажется, лучше? Пожалуйста, да. Возможно, так будет проще. Так. Ой, что-то я многовато там написала. А теперь вычесть 3. Да, теперь из обоих частей вычесть 3. Или, ну да, так как это тоже само по себе неравенство, можете просто рассуждать, что вы переносите за знак неравенства и поэтому у вас знак меняется. Но можно из обоих частей вычесть 3, действительно. Так. Нужно сравнить корень из 5 и тройку. Как это такое сразу? Теперь возьмем корень. Тройка – это корень из 9 и 5 меньше, чем 9. Да, абсолютно верно. Оба способа подойдут. Рассуждать все равно одно и то же. Вот. Хорошо. Давайте мы так напишем. Мне так привычнее. Но да, все абсолютно верно. 5 меньше 9. Дальше смотрим и возвращаемся обратно. Так, где у нас была вот эта перевернутая галочка, мы везде ставим вот этот знак, который у нас получился в итоге. Вот. Наткнулись на момент, когда галочка перевернулась, значит, здесь и знак неравенства перевернулся. Значит, вот здесь будет знак «Больше». Вот. А в ответе знак «Больше». Так, если есть вопросы, буду очень рада ответить. А как вы поняли то, что галочка перевернулась? Ну, смотрите, я это пыталась отмечать, да, то есть вот здесь у меня галочка на двух ножках стоит, а здесь на одной. Или вы спрашиваете, почему она перевернулась? Ну, точнее, почему. Почему, да, мы домножали на отрицательное число, и то есть если бы мы знали знак неравенства, то мы бы его должны были перевернуть. Но мы его только ищем, поэтому нам нужно просто как-то в голове зафиксировать, что именно в этот момент от минус единицы знак перевернется. Вот поэтому мы эту галочку и перевернули, чтобы потом, когда проставлять знак обратно, можно было его в этот момент перевернуть. Спасибо. Так, есть еще вопросики, мои малышки? А если, например, там, ну, мы делим на какое-то там отрицательное число, и тоже получается там свой знак, второй минус, это так же работает или как? Да, да, абсолютно так же, все так же. Ну, смотрите, вы же все равно, например, если вы делите, например, на, там, делите на минус 2, это то же самое, что вы умножаете на минус 1 вторую, да, поэтому здесь разницы нет, там важно, что оно меньше нуля, поэтому знак меняется. Так, тишина. Ну ладно, давайте, у нас осталось 10 минуток на лекцию, поэтому еще посмотрим способы для сравнения чисел. Вот если, например, мы хотим сравнить три и вот такие неприятные корни, да, я прошу прощения, ребята, родные, которые не видели корни ни разу в жизни, не пугайтесь. Вот до этого был квадратный корень, он по логике был, это то, что вот, то, что если вы возведете в квадрат, то у вас получится само число под корнем. Здесь то же самое, абсолютно то же самое, просто кубический корень, и это значит, что вам нужно возвести не в квадрат, а в третью степень. Вот, я надеюсь, культурного шока у вас не создалось. Хотя, возможно, в принципе, уже ушло несколько человек, возможно, это ушли те, кто не знал корней. И это потеря. Так, есть какие-то идеи про то, то, как можно сравнить вот такие два числа. Можно в куб тройку и в куб выражения второе поставить. В куб? То есть, вот в эту штуку, которая А плюс Б, да? Ну да. Смотрите, там же непростая история. Можно сказать, а можно как бы сделать из 3, то есть корень из 9, то есть превратить как 4 в корень из 3, то есть как-то так, что ли? 4, почему 4? Час. Нет, а можно из 3 сделать кубический корень из 27? Конечно, да, это абсолютно верно, так как раз кубический корень работает, да, то есть если тройку возвести в куб, то получится 27, поэтому кубический корень из 27 – это тройка. А мы корни же можем сделать? Ну, это то, что кубический корень из 9 – это 3 корни… Нет, это не 3 корни. Да, это не 3 корни, это правда. А мы тут сравниваем уже, не надо галочку ставить, нет? А, ну можно галочку, да, действительно, вы правы, это я так уж думаю, другой способ хочу рассказать, поэтому, да, галочка. А мы можем корни складывать? Корни, ну, прям складывать, то есть если вы хотите вот сделать такое, да, то оно, конечно, так не делается, так это будет неправда, так не скриншотите, не смотрите, это враньё. Да, они перемножаются, перемножаются они хорошо, действительно, то есть если бы у вас было вот такое, они бы замечательно перемножились, замечательно бы залезли под один корень, и как раз было бы, да, 3. Мы можем просто умножить на третью степень с двух сторон, тогда у нас получится, ну, целое кисло. Только сейчас, да-да, единственное, докопаясь всё-таки, не домножить на степень, а обычно говорят возвести в степень. Вот, да, смотрите, если здесь возведём в степень, здесь получится число, это хорошо, вот, а если здесь будем возводить в третью степень, у нас просто так не раскроется, у нас не получится 3 плюс 9, у нас получится вот такое вот выражение, нам нужно будет его посчитать, и там, конечно, никуда не пропадут эти корни. Вот, давайте мы с вами попробуем не всё чисто как бы алгебраически, строго доказывать, давайте просто прикинем, как можно оценить эти числа. Какие вот кубические корни мы вообще с вами в состоянии посчитать? Вот, например, из единицы в состоянии мы кубический корень посчитать? Да, в единице. А из восьмёрки? Двойка. Так, там было какое-то А. Я думала, это кто-то хочет сказать. Нет? Ну что там, какая-то боль. Ладненько. В общем, да, мы действительно с вами в состоянии посчитать вот такие вот кубические корни, потому что почему бы и нет, да? Двойка в третьей степени – это восьмёрка, значит, кубический корень из восьмёрки – это двойка. Вот. Ну и что можно заметить про сумму вот таких кубических корней, которые мы в состоянии посчитать? Она равна чему? Трем. 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 Тремя из вот этих корней, которые мы в состоянии посчитать, он меньше, чем тот, который у нас в правой части. Да? То есть давайте мы ещё раз перепишем нашу галочку. Мы можем тройку представить как сумму и сравнить между ними. Да, можно, можно и так. То есть да, 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 да. Тоже хорошая идея. Ну, давайте тут уже напишу, как это. То есть вот эта штука, она точно больше, чем кубический корень из единицы. Вот эта штука, она точно больше, чем кубический корень из восьмёрки. Ой. Да, просто потому, что тройка больше единицы, а девятка больше восьмёрки. Вот. Эти ребята в сумме просто равны тройке. Получается, что если я вот так вот это совмещу, то наша правая часть, она просто больше тройки. Так. Малыши. Да, понятно. Хорошо. Ну да, люди уже отваливаются. Ладно, две минуты вас помучают, раз уж анонсировали, что полтора часа будет занятие идти. Давайте сравним корень из двух и корень из пяти. Да, если вот, например, не хотим галочкой сравнивать и запретили нам возводить в квадрат галочку, то как ещё можно прикинуть тоже это? Можно примерно понять, что корень из двух будет меньше двух, а корень из пяти будет меньше больше двух. Абсолютно верно, да. Это замечательно. То есть действительно, у нас двойка будет меньше, чем четвёрка, четвёрка меньше, чем пятёрка, корень из четырёх – это два, поэтому там прям сильная разница в них, и можно заметить. Я, честно говоря, не фанат вот таких подставлений, очень люблю, когда это делают, но иногда бывает очень полезно, поэтому всё-таки вас нужно этому научить. Вот, я очень люблю галочку, всегда решаю ей, даже если можно другими способами. Так, да ладно. В общем, смотрите, есть все в чатике, в телеграме летнего лагеря? Да. Если кто-то нет, сейчас ссылку найду где-нибудь. Нет, да, всё, хорошо, сейчас ссылку найду и кину в чат сюда. Да, сейчас всё будет. В общем, я туда сейчас скину вам PDF-очку с номерами. Семинар будет проходить так. Я сначала вам дам, наверное, где-то минут 20, может, ну, может, 30. Ну, в общем, там разберёмся. Я вас ещё поспрашиваю по ходу, как вы там решаете. Вот, вы будете решать. По ходу можете писать мне в телеграме, задавать вопросы какие-то, присылать ответы. Я вам буду говорить правильно или неправильно. Вот. А потом уже где-то, ну, то есть, если у нас с вами семинар начнётся по расписанию... Ну-ка, а что, как? А по расписанию он во сколько? В 12, вроде бы. В 12, даже так. А, во как. Хорошо. Ну, в общем, я всё равно вам сейчас кину. Вы там сами разберётесь, как вы сначала пойдёте покушать, там, отдохнёте или потом порешаете. В 12.30 я уже начну суетиться и решать какие-то задачки, которые вам нужно помочь с чем-то, вот. Ну, в общем, как-то так будет организовано, потому что семинар всё-таки это вам нужно попробовать, потыркать. Вот. А я вам буду помогать, если у вас не будет получаться. Да, сейчас всё. Сейчас кидаю чатик. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите. Извините, я не поняла. А вот в 12 мы заходим в эту конференцию или уже мы одни решаем, а потом вам присылаем? Я буду всё время в этой конференции, да? Ну, давайте, давайте в 12, да, давайте в 12 я буду в этой конференции, тоже сейчас полчаса поотдыхаю как-нибудь или послушаю, что там десятый класс делает. Вот, да, и можно будет задавать вопросы как в конференции, так в Телеграм-канале, если вы шайникотик, который не хочет перед всеми свой голос показывать. Хорошо. Вот. А в 12.30 я, наверное, начну какие-нибудь задачки уже разбирать, какие-нибудь сложные или лёгкие, наоборот, не знаю. Ну, в общем, разберёмся там, как вам будет удобнее, и я буду вас подстроить тоже. Сейчас. У нас есть чат. Вот. Это вот эта ссылочка. Давайте мы её вам сюда пришлём. Так. Участники... Нет. Участникам зала ожидания мы не пришлём эту ссылочку. Давайте групповой чат-конференции. Вот так-то лучше. Вот. Я надеюсь, я прислала ту ссылку на чат. Если нет, то это очень грустно. Летний лагерь 22 выглядит вроде как всё. Ну, если что, туда напишем. Ничего страшного. Подвинуться все остальные. Вот. Да. Туда я пришлю ваши задачки, которые вы сами можете решать и просить меня помощи, если что. Хорошо. Спасибо. Всё. До встречи. В 12.00. Спасибо. До встречи. Продолжение следует...